Чтобы построить прямую, параллельную прямолинейному объекту, вызовите команду «Параллельная прямая». Прямолинейным объектам относятся вспомогательные прямые, отрезки, звенья ломаной, стороны многоугольника, размерная линия. Укажите базовый объект, прямолинейный объект, параллельно которому должна пройти прямая. Задайте расстояние от базового объекта до параллельной прямой. Это можно сделать двумя способами. Либо введите значение расстояния в соответствующее поле на панели свойств, либо задайте точку, через которую должна пройти создаваемая прямая. По умолчанию система предлагает фантомы прямых, расположенных на заданном расстоянии по обе стороны от базового объекта. При этом в группе «Количество прямых» активен переключатель «Две прямые». Чтобы включить создание одной прямой, параллельной базовому объекту, активизируйте переключатель «Одна прямая». Зафиксируйте фантом прямой или двух прямых, и вы увидите результат построения. Чтобы перейти к построению прямых, параллельных другому объекту, нажмите кнопку «Указать заново», а затем укажите курсором нужный базовый объект. А теперь рассмотрим процесс построения перпендикулярных прямых. Чтобы построить прямую, перпендикулярную другому объекту, вызовите команду «Перпендикулярная прямая». Укажите объект, перпендикулярно которому должна пройти прямая, затем задайте точку, принадлежащую прямой. На экране появятся также фантомы всех вариантов прямых, перпендикулярных выбранному объекту и проходящих через указанную точку. Активизируйте подходящий фантом и зафиксируйте его. Чтобы перейти к построению прямых, перпендикулярных другому объекту, нажмите кнопку «Указать заново», а затем укажите новый базовый объект. Продолжение следует...